Мальчишки и девчонки, вам сегодня поставлена задача донести до сведения мам и пап, дедушек и бабушек, что вас не прет от новой папиной тачки и маминой склеенной норковой шубы. Что вы, главное удовольствие в их жизни. А вас холить и лелеять надо за ваше хорошее поведение. Это недорого. Если папа посмотрит прямо сейчас на телевизор, где ему показан маршрут к месту дешевых и качественных игрушек. Да я и должен пакостить, потому что те пакости, которые я делаю, то есть я пытаюсь уничтожить, ну или хотя бы принять конкурентов, они на благо вам, потому что методы работы бизнесменов города Магнитогорска не такие странные. То есть достаточно просто приехать опять же вот сюда, на вокзальную 5-2, затариться и потом все это втирать вам в 5 раз дороже. Или в 3 раза. Или в 2 раза. Какая разница? Все равно же вы на деньги попадаете. Сюда приезжаете, покупаете очень много действительно качественных вещей и у вас еще остается настолько же, а то и в 3 раза больше. К этому приходишь не сразу. Пожалуй, к этому приходишь после того, как проанализируешь собственное детство. Когда не хватало игрушек. Теперь есть возможность вашего ребенка в игрушках не ограничивать. Да потому что единственное и правильное место в городе и есть Орион. К сожалению, есть места в городе, в которые мне приходится заходить. Ну, потому что иногда супругу надо подождать, иногда другие вопросы порешать. И естественно, как же, если я зайду без чада своего? Приходится, приходится попадать на деньги. В центре города, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Завинягина я зашел. И мне мой малой душу всю вымотал. Покупай игрушку. Я купил бубен за 85 рублей. Мне потом супруга объяснила, что здесь такой же бубен стоит 25 рублей. То есть это не 2 раза, это что-то как-то в 3 раза. То есть не 100, а 200 процентов. Ну и чтобы вилы в бок, всем подряд. Вот такая исключительно замечательная машинка. Если вы где-то видите за 2500, то у вас просто имеет. Потому что здесь она стоит 1100 рублей. Ну а если вы хотите на таком автомобильчике подрифтовать, потому что здесь пропорциональное радиоуправление, то есть автомобиль поворачивает колеса не так сразу, потихонечку, то достаточно просто поменять батарейку, ну купить ее, в принципе, и я могу помочь ее купить. И все. А вот такая штучка в хобби-магазине стоит 10 тысяч рублей. Ну практически такая. Наверное, хорошо иметь свой собственный магазинчик, да, игрушки? Да, очень. А вот сегодня, сейчас, наверное, когда игрушки покупаете, люди спрашивают, а сколько они прослужат? Вы, говорим, игрушки берете какие? И качественные? Ну, качественные, да, стараемся. А вам нравятся здешние цены? Да, очень. А выбор игрушек? Хороший выбор. То есть чувствуется, что талант есть, да, в руководстве? Да. Девушка с двумя маленькими детьми ходит. Если бы двух маленьких детей не было вот рядышком, она бы другую фразу сказала. Так она сказала, нифига себе цены. Потому что вот то, что вот здесь вот стоит 2500 рублей, в сетевике, ну, таком, стоит 4,5. Но когда она увидела настоящий полицейский тырчик, который там-то стоит 9000 рублей, ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го. Вот я сейчас проведу эксперимент Если мне того, чего я захотел, не хватит, я его тоже заберу И тогда вы обломаетесь Как обломался и я, потому что покупатель стал разумным и быстро просекает И теперь в лёд разбирает самые дешёвые игрушки Просто радость какая показать ребёнку, как это работает То есть если вы купили погрузчик, то вам обязательно необходимо На улице где-нибудь дрепников поймать и показать, как это действует И тогда, понимаете, ребёнку, которому один год и три месяца Делает так То есть он понимает уже, это не глупый человек А ещё в игрушках важен запах То есть в Орионе, когда заходишь, чувствуешь приятный свежий воздух А нету фенольного запаха А вот рядышком конкуренты Их тут много, естественно Если я рекламирую это место, почему нет? Можно в любой барак зайти, завести игрушек Но запах Дитё не должно травиться К слову о том, вот про всё вот это Изобилие оттуда И вот я подойду сейчас Кто сказал, что в России и на территории бывшего СССР Не делают качественных игрушек Вот это всё Каталовки С краником Ещё что-то Мольто Всё это производится по лицензии Испанской фирмы Всё это делается в Белоруссии И тут запах Так же, как погрузчики И особо меня порадовало Вот БТР-90 Башня поднимается Сделана в Санкт-Петербурге Да какой кедринь и фене кризис Если у нас делается всё Здесь выбор хороший? Выбор, да Хороший здесь выбор А цены? Вот скажите, пожалуйста Вы, наверное, лет 6 назад Когда завели ребёнка И не подозревали, что у нас Бизнесмены зарабатывают на детях Потом Открылась внезапно вот эта такая ситуация Для меня она открылась полтора года назад Но есть бизнесмены, которые не зарабатывают на детях Столько, сколько другие? Я в смысле о том, что в сети заходишь А там цены такие космические Да, вот мы вчера были там В таком одном магазине на Ворошилово Там вот такой же автотрек Примерно стоит 2000 А здесь 1100 А 900 рублей есть куда, по-моему, потратить? Да Я помню чудное детское мгновение Когда у меня были солдатики Были пластмассовые модельки Тачанки Были эти Как там у нас? Битва за Родину Моряки Вот были у меня отдельные Стальные модельки Крестоносцы Я очень хорошо играл В ледовое побоище Была такая серия специальная Потом куда-то все это пропало Я специально в интернете провел Массу времени для того, чтобы Ну, купить все это Можно заказать Денег стоит просто космический Вот, и похоже у владельцев Ариона Тоже пионерская зорька Еще никогда и не выключилась И выключаться не собирается Потому что я сюда пришел И вот они, солдатики Ам, закончились Надо ждать Следующего поступления Хотя есть вот эти Роботогоблины Которые прикольные, кстати Тут есть такие вещички Ради которых стоит, собственно говоря, прийти А еще из собственного опыта Расскажу Что очень сильно поразило моего чада И для него сейчас нет вопросов Как это сделано И вообще То есть он прекрасно понимает Что такое синтезатор И уже начинает играть То есть для возраста Один год Подарок был вот такой То есть человек сейчас понимает Куда надо нажать Чтобы это все включилось Где громкости добавить Как темпу поменять И ритм Год Вот Я, конечно, себя Очень сильно Корю за то, что в детстве Не было возможности Научиться играть на фортепиано Теперь появится Теперь Сколько все это стоит Пожалуйста, не думайте Что какие-то космические деньги Правильный синтезатор Правильный Не то, что там билиберду мурлыкает А нормальный Ну, дорами, фасоли, оси, до 210 рублей То, что умеет играть У которого есть 10 демонстрационных композиций 40 инструментов 1000 Или 920 рублей Ну и самые пироги Которые, кстати, прилично звучат Имеют микрофон 1600 Теперь ребятишки Для тех У кого Чуть больше Чем однолетний ребенок Хотя однолетний ребенок Должен понять Как выглядит автомат калаштука К примеру Вот Есть такая штука Хобби Недавно позвонил Мне предложили поиграть в пейнтбол за 3000 рублей Я залез в интернет За 3000 рублей Я себе куплю пейнтбольное Ружо Ну, примерно за 3000 рублей То есть за 100 баксов Это, пожалуйста, не думайте Что в наших магазинах Они столько стоят Нам 15 Ниже не подходи Но если и этого нету А ребенок должен понять Что такое полноразмерная модель То вот здесь этого много И это все стреляет шариками В принципе, попадание одного шарика Вам достаточно Чтобы понять Что у человека стрелять нельзя Но Как это сделано? Очень качественно И очень похоже на настоящее Поэтому, если в войнушку решили поиграть Детишки Сюда в Орион Обязательно купите очки Ну и снайперские винтовки В вашем распоряжении Или вот такие дивные самолетики Радующие патриотов Отечества И знатоков истории Детишки, вы рано или поздно Станете большими То есть у вас начнется такой период Романтических отношений Это к слову о том Что рано или поздно Та девочка, которая вам нравится Вот Она потребует Что-нибудь Ну чуть больше Чем конфетки Вот Теперь про мягкие игрушки То есть в свое время В тот самый период Помадно-конфетных отношений Вот Своей супруге Я много-много игрушек набрал И для тех Кто понимает Что девушки Любят подарки Не только цветы Ассортимент мягких игрушек Конечно Это Магазин С намеком на Оптовиков Но цены Что для оптовиков Что в родине Сто одинаковые То есть Хорошо иметь бизнес с Орионом Но Гораздо еще интереснее Вот Что-нибудь такое купить Мелочь Приятная При этом эта мелочь Стоит 370 рублей По сути Дешевле любого букета Поэтому на букете Экономим Вот один цветочек Вот такой замечательный Панда-мама И панда-бэйби И уж простите Девчонки Но дочь появится Сюжеты про Орион Специально Под вас сделать буду А так Пока в основном Для пацанов Я же вам говорил Что я пакостный человек Что думаете Мужик в 40 лет Не может такую мелкую Пакость совершить Да легко Сразу вспомнил Замечательный 2007 год Докризисная обстановка Открывались тоже Магазинчики И вот Ходил И видел Те модели На которых Мне потом Будалось покататься За рулем естественно Можете в интернете Посмотреть Но на Маке я не ездил Вот А на Интернешнл Ездил На Фредлайнер Ездил Это я все купил И потом И потом Наступил Кризис А потом Я открыл для себя Орион Дело в том Что в Орионе Есть такие вещи Которые Ты просто Обязан купить Потому что Они кончатся А когда следующие будут Не знаю Так что Всю Коллекцию Крупных Автомобилей Я себе Добрал Их немножко Осталось Поэтому у вас есть Буквально 2-3 дня Потому что Иначе Все дело Закончится Начавшись Вот Теперь Что я надыбал Для Того Кто мне потом Скажет огромное спасибо Потому что Я коллекционирую Эти модельки И Примерно через 20 лет Я надеюсь Что все будет нормально Вот Уже другой Алексей Челейкин Покажет Другому Алексею Челейкину То Какие машины Были В то самое время Когда В цене Был Дизель И Автомобили Ездили На бензине Потому что Через 20 лет Извините Все Эра Электрических Автомобилей Начнется Дело в том Что я Возвращаясь В то самое Солнечное время 80-х годов Прошлого века Скажу Что были Такие модельки Клевые Модельки Самолетов Я знал Что у нас Существует МиГ-25 Вот Конечно Они были Не настолько Качественно Сделаны И не похожи На настоящие Модели Но вот здесь Пусть это И не точная Копия Но Она умеет Стрелять И заводиться И летать Правда Малой высоте То есть Инерционный Движочек И понеслась По улице Советской Несемся До вокзальной Потом Останавливаемся На круговом Все-таки Круг Главная Дорога Всех пропускаем И дальше Едем в сторону Озера Соленое То есть На запад И не отвлекаемся На рекламу Нам нужен Только Орион И тут Без альтернативы Конкуренты Есть Но повторяю Дядя Леша Проверил их Дядя Леша Едет В Орион Вот так Пакости Мы сегодня Наделали И настроение У нас Прекрасное Потому что Мы такой Пакостный Человек Потому что Есть здесь В Орионе Возможность Не просто Одну вещь Купить А набрать Всего Много Потому что Не ограничиваешь Себя В цене И опять же В заключении Виллы Конкурентам Не все Есть в Орионе Действительно Не все И вот Детскую горку Пришлось брать В метро Хотя Справедливости Ради Скажем Что в метро Надо брать 10% Товара Который Реально Дешевый И реально Высококачественный То же самое Про любые Сетевики И вот Представляете В то самое Время Когда кризиса Еще не было А денежки Были Я ходил 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 Просто Заходил В магазин С игрушками Если я Хоть один Товар Находил Я был Счастлив Сегодня Сейчас С Ориона Вы просто Тащите Целый Багажник Потому что Дешево И потому что Здесь Индивидуальный Подбор Высококачественного И очень интересного Товара В качестве Детских Игрушек Продолжение следует Продолжение следует